Понимаете, мы искали деньги на зарплату сотрудникам предприятия, водителям, слесарям, кондукторам. Я договорился у участников, участники давали взаймы этому предприятию. Эти долги были нарощены еще до 2014 года. Мое глубокое убеждение, все то, что делалось на АТП до 2014 года, укладывалось в планомерную картину доведения предприятия до банкротства, ликвидации. И интересант был, который намеревался зайти на частные перевозки. Он мне сам про это говорил. Не допустили, поставили барьер. С братским бензином надо было что-то делать. Мы искали разные варианты. Была создана комиссия, которая промониторила АТП. Была создана комиссия, которая занялась поиском решений, как это АТП сохранить нам. В том числе, это все рассматривалось и коллегиально, эти решения. То, что есть, то есть. Но сегодня, объективно, тот управленческий аппарат, который есть в АТП, в разделенном АТП, он умещается в гораздо меньше площади, нежели это все здание. Может быть, и надо отдать это за долги. Потому что с такими долгами предприятие эффективно работать не будет. Только некая антикризисная мера, скажем так, в этом смысле. Это одна из антикризисных мера. Спасибо. 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 Спасибо.